С каждым годом в России растет престиж рабочих специальностей. После провала 90-х и начала 2000-х, когда поддавшись духу времени, выпускники штурмовали эконом и юрфаки, сегодня все больше юношей и девушек делает выбор в пользу среднего профессионального образования. В конце концов, человека кормит не красивая корочка в кармане, а востребованная специальность и мастерство. Первую можно получить в политехническом техникуме имени Музрукова, доказать вторую на конкурсе профессионального мастерства. Как это сделал студент Саровского политеха Дмитрий Романцов. В компетенции электромонтаж он представил на СУЖУРИ комплексную установку из несущих систем, проводящих магистралей, силового щита и осветительных элементов. Тут совмещены очень много элементов, которые должен уметь делать электромонтажник. Это и подключение синхронных двигателей, и осветительные приборы, и кнопки и посты управления, и также розетки стационарные, и как раз-таки встроенные в кабель-канал, которые должен уметь делать каждый. Все работы от начала и до конца Дмитрий выполнял сам. Собирал, подключал и даже программировал. Да-да, вы не ослышались, сегодня технологии развиваются семимильными шагами. И это неизбежно докладывает свой отпечаток на требования к подготовке будущих специалистов. Электромонтажник сейчас должен обладать очень, так скажем, широким спектром своих возможностей, знаний, умений, навыков. Не просто сборкой, не просто каким-то ремонтом, например, электрооборудованием, но и, соответственно, производить какую-то автоматизацию работы. По итогам регионального этапа конкурса Дмитрий Романцов стал лауреатом первой степени. Вошел в состав сборной Нижегородской области и теперь поборется за право выступить на всероссийских состязаниях профессионального мастерства. Еще один студент Саровского политеха Дмитрий Чепегин стал третьим в компетенции обработка листового металла. Перед ним стояла задача разметить, вырезать и сварить каминомангал. Эти соревнования были сложнее, чем в предыдущем году. В прошлом году я тоже ездил, также занял третье место. Само изделие сложнее, намного больше, чем в прошлом году. В прошлом году был самолет, он примерно вот такого размера. А это изделие, оно под два метра в высоту. В последнее время все чаще можно услышать разговоры о том, что в скором будущем станки заменят людей, которые умеют работать с металлом. Но наставник Дмитрия Игорь Савин уверяет, настоящему профессионалу бояться нечего. Штучный товар, штучный продукт, он всегда собирается с человеком вручную. Ну, все мы прекрасно знаем, какие у нас ракеты летают и в космос, и военного назначения. Они все собираются. Станок, конечно, он точно сделает, но никогда не надо заменить человеку. Константин Перевозчиков, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.